ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Развенчание мифа, чем закончился эксперимент с новой украинской полицией. Для нескольких народных избранников старт в сессионной неделе обернулся финалом их депутатской неприкосновенности. Кого лишили иммунитета чуть позже, а пока немного предыстории. Изначально Народный фронт и БПП настаивали рассматривать представление ГПУ на шестерых парламентариев нужно не раньше четверга. Но оттянуть болезненные вопросы помешали другие фракции. В итоге решили разобраться с проблемными коллегами прямо сегодня. Требуют этого и митингующие возле Рады. Здесь собрались более 200 человек. Это бывшие бойцы АТО и активисты различных организаций. На месте сейчас находится наш корреспондент Данил Снисарь. Он на связи со студией. Дай здравствуй, расскажи, как проходит митинг и какие звучат призывы. Добрый вечер, Катя. Активисты под стенами Верховной Рады начали собираться после обеда. На данный момент их здесь, по нашим подсчетам, около 200 человек. Ну, в общем, акция началась, в принципе, мирно. Но чуть позже активисты принесли под Раду бочки. Имитируя барабанную дробь, о ней призывали народных депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности со своих коллег. Мы помогаем, чтобы сняли недоторканность. Я считаю, что у любых депутатов не может быть иммунитета. Мы здесь именно для того, чтобы эту недоторканность сняли. Мы вообще выступаем за то, чтобы из всех депутатов была снятие недоторканность. Но на разе, на теперешний час, хотя бы с тех шесть, на которых есть подозри, что они скоялись злочином. Позже активисты перекрыли улицу Душевского. В ход пошли фаеры и дымовые шашки. Правоохранителям, нацгвардии и полиции, которые охраняют парламент, удалось в считанные минуты разблокировать движение. Активисты говорят, что не собираются расходиться до того момента, пока депутаты не проголосуют за снятие неприкосновенности со своих коллег. Как того просит генеральная прокуратура. Активисты готовы стоять здесь хоть до утра. Студия. Даня, спасибо тебе за информацию. Митингующие собрались спонтанно во второй половине дня. А все потому, что не было у депутатов рвения решать щекотливые неприкосновенные вопросы. Они по привычке делали громкие заявления, строили планы и щедро раздавали обещания. Почему же обычный вторник оказался черным для парламентария, которыми заинтересовалась ГПУ, в моем материале. С самого утра настроение днардепам задает пикет перед Верховной Радой. Митингующие требуют лишить неприкосновенности депутатов, представление на которых направила Генпрокуратура. Вымоги, безусловно, сегодня стосуются тех генебных вещей, которые спостерегала вся края протягом тижня. Это знание недоторгимости шести депутатов, которых подозриваются в коррупционных деяниях. Все пять парламентариев, представление на которых на прошлой неделе рассматривал регламентный комитет, в зале. В куларах шестой потенциально прикосновенный Михаил Добкин. Впрочем, его судьбу комитет еще не решил. Да ничего я не жду. Я завтра буду доказывать абсолютную глупость и фальсификацию сотрудниками Генеральной прокуратуры тех обвинений, которые мне предъявляют. Ну а дальше уже буду просить парламент, чтобы они сняли неприкосновенность в четверг с меня. Ну а в зале все выступления нардепов о неприкосновенности слова не подбирают. Народный фронт проголосует за знание депутатской недоторганности. Мы считаем, что это будет честно перед украинским народом. Утім, это совсем не означает, что мы погодимся и с безглузными поступопорожными звинувачами НАБУ, что до поляковой дейдер. Больше того, фракция впевнена, что судовая справа против них чистая профанация. Для вас лично, это гораздо безопаснее честно отбудить свое покарание, выйти на свободу порядной, очищенной человеком, чем продолжать чеплять себя за круглую поруку. Мы сейчас, именно сегодня, должны начать рассмотреть вопрос о знание недоторганности. Регламент требует это сделать протягом семи дней. Фракция партии Блок Петра Порошенко выключила из своего состава народного депутата Украины Борислава Розенблата. И большинство голосов приняла решение поддерживать его избавление депутатской недоторганности и притягивание его до ответственности. Мы также приняли решение про знание недоторганности из всех народных депутатов, на которых надошло подание Генеральной прокуратуры. После пылких выступлений нардепы быстро перешли к следующим законопроектам. Задача минимум – внести в повестку дня правительственный законопроект о повышении пенсии. Внести-то внесли, а вот как голосовать, даже после одобрения профильным комитетом, неясно. Пенсийная реформа, в которой хотят поднять пенсийный страховый стаж так, что много людей просто не будут доживаться до выхода на пенсию. Вже в 2018 году средний пенсийный век поднимется до 63-65 лет. Там только есть нормы о осуществлении. Это то, что разово пенсионеры получают в результате изменения формули хто 100 гривен, хто 200, хто 500. А дальше это вопрос, в принципе, не решается. В следующем году никакого осуществления нет. Там предназначена индексация. Я надеюсь, что этого неделя мы принимаем в первом учреждении, для того, чтобы до осени дообрести этот закон, и чтобы с середины месяца люди отчули на себе подняте пенсии. Кроме пенсионных новаций у депутатов еще ввоз законопроекта. Все важные и все на последнюю рабочую неделю. Они пытаются за сегодняшний рабочий день и за четверг, по факту, два рабочих дни в парламенте протиснуть и просунуть пенсийную реформу, медичную реформу, процессуальные кодексы, 8, найдовший законопроект в истории, больше 700 сторон, 5000 поправок, знятение недоторганности, подание на арешт. Ну и, кроме того, еще пару историй про Конституционный суд. Это неможливо встигнуть. Сегодня мы видим, что я пытаюсь промокнуть пенсионную реформу, я пытаюсь промокнуть закон про освещение, который не видел никто за святами. То есть, все сомневные реформы, которые далеки от людей, которые люди не видели, не понимают и не чувствуют, сегодня парламент занимается этим. Ну а депутатские планы спутало провальное голосование за то, чтобы вопрос неприкосновенности рассматривать в четверг. Лишать иммунитета нардепов избранники решили сегодня. Срочно пригласили генпрокурора и заявили ради такого вопроса, как депутатская неприкосновенность, готова работать до упора. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Максим Чеплин, подробности, телеканал Интер. Но срочно явиться у Юрия Луценко не получилось. Генпрокурор приехал только к вечернему заседанию. Полностью закрыть вопрос о снятии неприкосновенности процедура достаточно долгая. Какие представления успели рассмотреть к этому часу? Кто из избранников уже нуждается в адвокатах, а кто может спать спокойно? Обо всем этом в нашем материале, который мы готовим к эфиру. Евросоюз окончательно ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Финальное решение по этому вопросу сегодня утвердил Совет Евросоюза. Договор вступит в полную силу с 1 сентября. Что это значит, выясняла Елена Абрамович. Беспошлиная торговля, аналогичные законы, сотрудничество во многих сферах образования, безопасность, энергетика. Соглашение об ассоциации это документ, который делает Украину на шаг ближе к Евросоюзу. И с этим сегодня украинцев поздравляют европейские политики. С сегодняшнего дня мы официально полноценные партнеры. Это большое достижение для Украины. Поздравление в первую очередь украинскому народу, который так терпеливо верил словам украинских и европейских политиков. Это только начало. Мы создали качественную платформу для сотрудничества. Сотрудничать в определенных сферах в рамках соглашения Украина и ЕС начали еще до полной ратификации. Это, к примеру, касается экономической части. О зоне свободной торговли. В вопросе торговли сегодня изменилось немного, потому что торговая часть соглашения вступила в силу еще 1 января 2016-го. И сегодняшнее событие дает четкий сигнал Западной Европе, что Украина надежный партнер. Экономики Украины и ЕС интегрируются. Торговую часть запустили давно, а с политической тянули, поскольку соглашение до сих пор не было ратифицировано. Все из-за референдума в Нидерландах, на котором голландцы не поддержали документ. Чтобы разблокировать соглашение, к нему добавили декларацию и объяснили обеспокоенным гражданам Евросоюза, что ассоциация не означает членство. ЕС не готов пока открывать двери для полного членства. У нас много внутренних проблем. Миграция, последствия финансового кризиса. Европейская перспектива требует времени. Европа любит результаты. Украина тоже нуждается в них. Поэтому давайте работать вместе. Киев и Брюссель шли к соглашению 10 лет. После революции достоинства процесс ускорился. На пути к ассоциации Украина провела ряд реформ. ЕС предоставил безвиз. Но главные результаты этой работы еще впереди, уверяют политики. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. И накануне окончательной ратификации соглашения грянула история с крупнейшим лоукостом компании Ryanair. К слову, одна из привилегий ассоциативного членства – это широкий доступ на украинский рынок европейских авиакомпаний. Да и вспомните о переговорах с ирландскими авиалиниями украинские чиновники раструбили в аккурат накануне предоставления безвиза. Украинцы ликовали в предвкушении дешевых путешествий. И тут такой конфуз. Гендиректор аэропорта вчера категорично заявил, подписывать договор с ирландцами не намерен, да и государству, дескать, это невыгодно. Одни потери. У Ryanair, говорит Рябикин, неуемные аппетиты и невыполнимые требования. Прежде всего, у нас есть целый ряд вопросов, где должны рассматриваться спорные моменты. Перевозчик настаивает на том, чтобы мы рассматривали эти вопросы в лондонском арбитраже с применением норм британского права. Следующее требование – это 7,5 долларов пассажирский сбор, безусловно, за закрепленный на 5 лет. 7,5 долларов ниже нашей себестоимости. И, наконец, применение правила 100-километровой зоны. Мы определяем, что скидки предоставляются только при полетах по новым направлениям. Первыми на заявление господина Рябикина отреагировали пользователи соцсетей. Постили коллажи и имамы, в которых призывали спасти рядового Ryanair'а и присоединить лоукостер к Укрзалезницы. Предлагали также национализировать МАО. Правда, несостоявшимся клиентам Ryanair'а сейчас не до шуток. Деньги за билеты лоукостер пообещал вернуть, но планы сорвались. Кто же на самом деле виноват в скандале с МАО и есть ли шанс исправить ситуацию? Об этом сегодня спорили и чиновники, и эксперты. Продолжит Александр Васильченко. Лидер международных авиаперевозок и один из самых дешевых лоукостов Европы. Эти данные показывают, что Ryanair ежегодно наращивает количество перелетов и радует своих пассажиров расценками. Так могло быть и у нас, если бы ирландская компания не сломала зубы об украинские реалии. И парадокс в то время, как Львовский аэропорт согласился с базовыми условиями лоукоста столичный. Столичный почему-то не смог договориться. Всю вину за срыв полетов руководитель львовской взлетки возлагает на главу аэропорта Борисполь Павла Рябикина. Так считают и туристические агенты. А вот подсчеты топ-менеджеров Бориспольского аэропорта показали убытки в десятки миллионов долларов. Но эксперты с этим не согласны. По их мнению, здесь не обошлось без игры в пользу украинского монополиста. Интересно было бы посмотреть, сколько аэропорт недополучает ежегодно от работы авиакомпании МАУ. Учитывая то, что руководство аэропорта так сопротивляется приходу авиакомпании Ryanair и приложило очень много усилий для этого. Но с другой стороны, руководство аэропорта предоставляет большие скидки авиакомпании МАУ. Готово в интересах авиакомпании МАУ за счет госпредприятия расширять терминал, расширять перрон. И при этом абсолютно не говорит об окупаемости этих проектов. Впрочем, сам Рябикин все обвинения в сговоре отрицает. Не на камеру, а в фейсбуке. Мол, Ренеер не смог договориться не только с ним. А что, собственно, произошло в Жулянах? Включите логику. Два месяца переговоров и тот же результат. Там не было никого из участников сговора. Министр инфраструктуры Владимир Амелян, который, в общем-то, шеф для руководства аэропорта, протестует. И тоже в фейсбуке пишет, дескать, внесет представление на увольнение Рябикина. И опять же намекает на сговор. Аэропорт государственный. Терминалы построены за государственные средства. Пока они не работают, а сам аэропорт на содержание каждого из них тратит около 250 миллионов гривен в год. Я убежден, что Ренеер может быть в Украине. Не может быть такого, чтобы директор Борисполя определял, куда летать втридорого украинцам. Амелян задается вопросом, который тревожит всех. Кто у кого шеф? Неясно. Ведь о ситуации у Ренеер Амелян заговорил только сейчас. Такая ситуация сложилась, потому что Мининфраструктуры и Антимонопольный комитет не контролируют монополистов. Так считает нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик. И по его мнению, это отпугивает инвесторов в нашу страну. Связано еще и с тотальной коррупцией в Министерстве инфраструктуры и в нашем аэропортовом хозяйстве с тем, что благодаря давлению одного монополиста, одного нашего украинского перевозчика, выдавливаются с рынка так называемые лоукосты, то есть бюджетные авиакомпании. Действия руководства Бориспольского аэропорта необходимо расследовать. Виновные должны понести наказание, считает премьер-министр Владимир Гройсман. С таким заявлением он обратился в НАБУ. Также премьер-министр заявил, переговоры с ирландским лоукостом будут продолжены. Александр Васильченко, Богдан Вербицкий, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Новым главой правления Приватбанка может стать иностранец. Об этом сообщило информагентство украинский новойна со ссылкой на свои источники. По их данным, отборов кандидатом сейчас занимается кадровое агентство. Но из-за проблемности банка желающих среди украинских финансистов нет. Поэтому источник предполагает, что в итоге назначат немецкого банкира Райнера Мюллера-Ханке. Его кандидатуру якобы предложил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа. Напомню, нынешний представитель правления Приватбанка Александр Шлопак написал заявление об отставке в конце июня. И наш материал о тех, кто лишился неприкосновенности и тех, кто сохранил иммунитет, уже готов к эфиру. Смотрите. Очередная серия популярного в последние дни сериала под названием «Неприкосновенность». «Неприкосновенность». «Неприкосновенность» «Неприкосновенность» Первым рассматривают дело фронтовика Евгения Дейдея. Его подозревают в незаконном обогащении. Мол, жена получила странным образом кредит. Депутат от Народного фронта, фракции, которая постоянно настаивает на выступлениях с трибуны на украинском языке, почему-то выступал на русском. Дело имеет чисто политическую составляющую. То, что мне пытаются инкриминировать, я ни в коем случае не совершал. Есть человек, который четко приехал на комитет и подтвердил то, что да, он на самом деле давал эти деньги. И, по сути, на этом и заканчивается вся доказательная база. «Кредит в 2,5 миллиона. Дружина народного депутата не отримала. Он был фиктивным по версии следствия. После этого специализованный антикоррупционный прокурор надал мне санкционированным судом законное прослушивание телекоммуникаций ряду фигурантов, в том числе и того, кто называется в декларации пана Дейдея позичальником его дружины. Я считаю, что достаточно доказательств». А вот нардеп Игорь Луценко обратил внимание правоохранителей и на другие факты из жизни Дейдея. В 2014 году, шляхом службовой подробности за сопротивление Арсена Авакова, министра внутренних справ, его было сделано народным депутатом Украины, в тот момент, как он должен был добывать свой умовный термин, на который был засуден его Украинским судом за разбой, за пограбление. Про это мы не слышали и не видели в поданной от наших правоохранителей. Про Авакова мы не слышали и не видели в своем поданне. Поэтому я считаю необрунтованным те подания, которые подали. Против были семь радикалов, два депутата из БПП, один фронтовик. После перешли к делу Олеся Довгова. После провального голосования за Дейдея генпрокурор выступал уже более эмоционально. Олеся Довгова подозревают в превышении служебных полномочий. Мол, будучи секретарем Киевсовета, нарушая регламент, созвал в неочередную сессию, на которой продавили решение о передаче в частную собственность 1700 гектаров заповедника Жукова острова. Вот что заявил сам Довгий. Генеральный прокурор сказали, что все, и исключительно все, в чем звинувачивается народный депутат Довгий, есть врушение регламенту. Теза друга. Та же сторона обвинувачения дословно сказала, что регламент не есть и не может быть законным. Я считаю, что мощность, дана людьми для того, чтобы в сложный момент мать силу принять ответственное решение. Тож я, шановные коллеги, будучи людиною последовательной и ответственной, я вернусь к вас с проханием поддерживать это ни к чему не с юридической точки зрения. Я дякую вам за аплодисменты и поддержку, но я вам объясню, чему я его прошу поддерживать. Для того, чтобы дать мне возможность выполнять одну из своих предвыборных обязанностей. Для того, чтобы дать мне возможность раз и назавжди поставить крапку у всех тих чисельных абсурдных звинувачениях, которые приходится слышать мне и моей родине в последние годы. Депутаты коллеги прислушались и проголосовали за снятие с него неприкосновенности. А вот добро на снятие неприкосновенности с радикала Андрея Лазового депутаты не дали. Наталья Савченко, Анна Каменева, Сергей Коваль, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Почему же не сняли неприкосновенность с Лазового и кто еще остался без иммунитета, мы расскажем чуть позже. Последние новости пленарного заседания расскажет Анна Каменева. А пока вернемся к пенсионной реформе. Проект, который сегодня нардепы внесли в повестку дня. И хотя среди депутатов нет абсолютной уверенности в том, что она будет принята, в Кабмине такая уверенность есть. Пенсионные инновации утвердят в ближайшее время. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр финансов Александр Данилюк. По словам чиновника, во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, стороны обсудили будущее сотрудничества по программе МВФ. Речь шла о реформах, от которых и зависит транш для Украины. В частности, о пенсионной и земельной приватизации и борьбе с коррупцией. Также во время встречи говорили и о реформе фискальной службы. Свою работу неожиданно приостановил гигант отечественной промышленности Одесский припортовый завод. Начиная со вчерашнего дня ОПЗ не производит аммиак и карбамид. Почему и как это повлияет на приватизацию предприятия, выяснял Андрей Анастасов. Над агрегатами Одесского припортового не видно привычного белого пара. Полностью остановлено производство аммиака и карбамида. Львиную долю этих минеральных удобрений завод продает за границу. Причин две. Первая техническая. Нужно провести ремонт в цехах. Вторая экономическая. Необходимое для производства сырье, то есть газ, постоянно дорожает. А вот выпускаемая ОПЗ продукция наоборот. Цены на мировом рынке достаточно серьезно упали на сегодняшний период. А почему бы этот период не использовать для проведения ремонта? Сокращать рабочую неделю на время остановки завода на припортовом пока не планируют. Однако ситуации уже встревожены жители соседнего города Южный. Здесь, где население 30 тысяч человек, работник ОПЗ практически в каждой семье. Это коснется и 1600 пенсионеров, и ветеранов труда детского припортового завода, потому что мы вынуждены сократить социальные стандарты. Здесь затрагивается не одна тысяча людей, а десятки тысяч людей. Теперь руководители припортового будут обращаться за помощью в Кабмин. Предлагают, например, на какой-то период отменить для предприятий химической промышленности специальную пошлину, которую они платят государству, когда покупают газ за рубежом. Так можно будет сохранить рентабельность. Это уменьшит стоимость газа на 12,5 долларов, что тоже поможет подняться нашим предприятиям. И, в общем-то, надеюсь, что он нас услышит. Но эксперты к этим ожиданиям относятся скептически. Мол, цену на газ припортовому власти не снизят специально, чтобы простаивающее предприятие отпугнуло иностранных инвесторов, присматривающихся к ОПЗ. Тогда завод смогут за бесценок выкупить украинские олигархи. Привлекательность, которая и так была практически на уровне нуля, снизилась меньше нуля. И поэтому реально ни о каком зарубежном инвесторе говорить не приходится. В прошлом году фонд госимущества несколько раз пытался выставить одесский припортовый на приватизацию, но каждый раз конкурс срывался. Теперь объявлены новые сроки. Конец ноября. Что же касается самого ОПЗ, то возобновить производство здесь рассчитывают к концу августа, если, конечно, позволят условия. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Сегодня ровно два года со дня перестрелки в Мукачеве. Тогда бойцы правого сектора, вооруженные автоматами и гранатометами, приехали на встречу с депутатом Михаилом Ланем. В какой-то момент началась стрельба. Погиб охранник спортклуба, возле которого проходила встреча. Потом были погони и снова перестрелка. На этот раз с полицией. Погиб член правого сектора. Четверых задержали. Их обвинили по десяти статьям, среди которых и терроризм. Но в июне этого года всех оправдали и отпустили. Новой патрульной полиции в июле тоже исполнилось ровно два года. Только вот практически с момента рождения молодые полисмены подвергаются критике. Копы в красивой форме оказались не очень действенным орудием борьбы с уличной преступностью. Что же это было на самом деле? Реформа или имитация? Разбиралась Инна Томина. Новая форма, белые приусы и, конечно же, яркие селфи. Два года назад на улицы Киева вышли две тысячи новых патрульных. За считанные часы они стали звездами соцсетей и главной надеждой украинцев. Основное задание это помогать людям. То бишь это сервис, это не карательная служба. Мы не будем брать взятки. Посмотрите. Столица стала первым городом, где началась реформа правоохранительных органов. Потом патрули появятся в Одессе, Львове и Харкове. После обучения персонала и в других городах. Сощищенность. Полиция будет другая. Мы сможем ей доверять. Госструктуры. И особенно правоохранительные структуры должны быть зеркалом населения. Сейчас у нас это зеркало краевое. Мы знаем. Все знают. Чтобы научить и обеспечить формой новых сотрудников, ушло более миллиарда гривен. А машина дала в кредит Япония. Но за два года они в буквальном смысле разбились о современной украинской реалии. В эту реформу вложены огромные деньги патрульной полиции. И не только наши деньги, но и японские деньги. Чего только стоит посмотреть на вот эти автомобили, которые изначально выделялись полиции. И ни одного из них целого на данный момент не осталось. При старте работы грузинские реформаторы и начальники патрульной цели ставили амбициозные. У нас два основных врага. Это криминал и это коррупция внутри системы. Будем очень сильно и очень жестко с ними бороться. Но по факту из-за коррупции давления главе полицейских пришлось уйти. Не все начинания, которые начали инициативы, хотя и я, не поддерживались министром. А с другой стороны, все желания министра не выполнялись руководителем национальной полиции. Суспельство все-таки трешки програло от ее отставки. Потому что для суспельства нужно, чтобы какие-то изменения происходили быстро. А нынешнее руководительство больше. То есть руководитель нынешней полиции, он выходит из системы. Спустя два года после старта полицейской реформы желающих патрулировать улицы все меньше. Из рядов правоохранителей ушло более 40 тысяч сотрудников. И это не только старые кадры. Как следствие, статистика преступности растет, а раскрываемости падает. Только одно преступление из десяти раскрывается. Это включает даже ДТП, то есть мелкие преступления. Что же в итоге? Просто изменили название структуры, но ситуация не улучшилась. Есть величезный борг с боку Министерства внутренних справ. Это то, что фактически разом с законом про национальную полицию были ухвалены законы про аудио- и видеофиксацию порушений правил дорожного движения. Но больше уже двух лет прошло, от момента ухваления этого закона ничего не сделано. Проблемы полиции несколько сегодня. Это депрофессионализация, это высокий уровень коррупции и это позвоночное право. Использование руководством полиции этого органа в политических, полууголовных, экономических целях. Вот ключевые три проблемы. Но главный вопрос, заинтересовано ли нынешнее руководство МВД решать эти проблемы. Пока от Арсена Авакова новостей о дальнейших шагах в реформировании полиции не слышно. Как и о расследовании громких резонансных дел. Инна Томина, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Боевики обстреливают мирных жителей на Донбассе. Минувшей ночью досталась Марьинке. По жилым кварталам били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В этот раз обошлось без жертв. Продолжит Ирина Баглай. Я тут заряжал РПГшный, РПГ, СПГшным зарядом. Чуть-чуть гахнула мина, там, это 30 тысяч. Количество вражеских обстрелов и их длительность несколько уменьшились, подтверждают наши военные в Песках. Но перемирия все нет. Противник сменил тактику. Теперь бьет одиночными и неожиданно. Самое тяжелое тут летают рады партизаны. Работает также по нам мины. А сейчас очень интересненько делают. Они с РПГ скручивают, накручивают мины. То есть на небольшое расстояние просто с РПГ валят минами. И довольно-таки специально действительно бьют. Уже три года на войне боец с позывным «Шахта». Выбрал его не случайно в мирное время. Десять лет добывал уголь. Боевые товарищи шутят в вод, где действительно настоящие шахтеры. И защищают свою страну от врага. Меня, допустим, дома никто не понимает. Что я здесь делаю? Думают некоторые. Там, за деньги я пошел воевать. Или мне чего-то не хватает, которым в районе Лилина нет. И даже маленькая единица, мне кажется, способна что-то поменять. По ту сторону линии фронта противник поделил территорию. Ближе к украинским окопам в захваченном селе Жабуньки местные боевики. Они все больше роют окопы. Огонь же ведут хаотично, чаще по ночам. А вот ближе к окраине Донецка больше промышленных объектов. Есть где укрыться. Там уже боевые группировки хорошо оснащенных военных спецов. Своими действиями, слаженностью и точностью выдают подготовленных кадровых российских военных. Там уже стоят ребята посерьезнее. Во-первых, они оснащены в разы лучше техникой. У них есть и бэхи двойки, и бэхи копейки, и танки есть. Ведут себя достаточно трусливо, как воины, но слаженнее, как армия. У них две бэхи двойки работают как единый организм. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту-ту. И без паузы одинаковые постоянно, нету профтыков и тому подобное. Бэхи давние, правда, потому что иногда выходят из строя. Но экипажи опытные. Еще одна демонстрация, как боевики соблюдают хлебное перемирие в селе Пески. Снаряд, не разорвавшийся, даже с маркировкой 30-мм, разрешенного минскими договоренностями, калибра. Но выпущенные с десяток таких снарядов из автоматической пушки разбирают здание за 15 минут. Закопаться, перегруппироваться, потянуть силы. Так паузу в боях используют боевики, пока наши солдаты неукоснительно придерживаются объявленного перемирия. А вот для украинских пехотинцев малейшие попытки провести инженерные работы сродни спецоперации. Только замечают движение, мешковели, людей обстреливают то АГСом, то прострелы с пулеметом. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из-под Донецка. Подробности. Телеканал Интер. И вернемся к главной теме дня. Вопросу о лишении иммунитета ряда депутатов. Напомню, Рада не поддержала снятие неприкосновенности с радикала Андрея Лозового. По какой причине нардепы не пошли навстречу ГПУ и кому не так повезло, знает Анна Каменева. Она на связи со студией. Ань, здравствуй, расскажи последние новости парламента. Здравствуй, Катя. Начну. Как же голосовали за снятие неприкосновенности с нардепа Андрея Лозового? Перед голосованием радикалы решили следовать принципу «Лучшая защита нападения». И Олег Ляшко, глава радикальной партии, сразу же вспомнил о доме генпрокурора Юрия Луценко. Он сегодня зловживает обязанностями и посадой генерального прокурора для сведения политических счетов. Он выполняет задание однее – дискредитации украинского парламента. Луценко на посаде генерального прокурора делает политическую карьеру. Луценко с посади генерального прокурора новоявленный борец с корупцией. Он идёт на выборы. Робил, роблю и буду робить всё, чтобы любой недотраканный коррупционер сидел там, где были выборы, Олег Валерьевич. Перепалки в зале приведут к негативным голосованием. Я ещё раз закликаю – застрелитесь на голосовании. Глазового подозревают в неуплате налогов. Мол, из 9 миллионов гривен в эквиваленте, которое он задекларировал, в казну он не уплатил ни копейки. Это уже третье подание персонально на меня. Одне было от Шокина, уже друге – от вас, Юрій Витальевич. В данном случае я рекордсмен, чим горжусь, несу это обовязково в декларацию. В итоге, выслушав все стороны, только 177 парламентариям нажали кнопку «За», снятие неприкосновенности Слазового. Голосовали против, конечно же, 13 коллег по фракции радикалов и неожиданно 6 фронтовиков. После этого перешли к так называемому янтарному делу. Нардепа от Народного фронта Максима Полякова подозревает во взяточности в особо крупных размерах и янтарных махинациях. Однако и на снятие с него неприкосновенности у депутатов голосов не хватило. Всего 111, что самое странное, что за это решение ни одного голоса не дала фракция Народный фронт. Хотя до этого заявляла, что будут голосовать и что уверены, что Поляков в суде сможет довести свою невиновность, доказать свою невиновность. Ну и после этого приступили к рассмотрению еще одного фигуранта этого же янтарного дела, депутата из БПП Борислава Розенблата. Напомню, это единственный парламентарий, которого регламентный комитет все же рекомендовал на снятие неприкосновенности и даже на задержание. Сам Розенблат вину свою не признает, говорит, что не будет уезжать из Украины. Сейчас продолжается обсуждение этого вопроса. Уже буквально с минуты на минуту поставят это на голосование. Как только мы будем знать новую информацию, обязательно вам сообщим. Анечка, спасибо. Это была Анна Каменева. Напомню, она находится в парламенте, где рассматривают представление о снятии неприкосновенности с народных избранников. Мы еще выйдем с ней на связь. Социалисты объединились. Договор о сотрудничестве подписали социалистическая и социал-демократическая партии. Собираются вместе идти на президентские и парламентские выборы. Об этом сообщили их лидеры Николай Садовой и Сергей Каплин. Оба также подготовили обращение в ГПУ и НАБУ с просьбой открыть уголовное дело против Павла Устенко, бывшего руководителя соцпартии, который якобы пытался продать ее министру внутренних дел. Напомню, в минувшую субботу советник главы МВД Илья Кива объявил о том, что возглавит СПУ. Якобы именно такое решение принял съезд партии. Сами партийцы факт проведения съезда отрицают. В Украине начался процесс политического рейдерства среди политических партий. Если и дальше этот процесс не будет соответствующего развития, то просто-напросто это величезная загроза национальной безопасности Украины. Кива, вместе с министром внутренних дел Аваковым и экс-премьер-министром Меценюком, сегодня, уважаемо, пытались, а не вкрали, социалистическую партию Украины. Мы обратимся к НАБУ с тем, чтобы покарали министра внутренних дел Авакова и министра юстиции Петренко за эту ганебную антиконституционную противозаконную оборудку, которую они пытались провести. А вместе с ними ответственность должна принести так же Кива, Кива, который фактически пытался вкрасить политическую партию, вкрасить ее начальник, вкрасить ее статут. Пришли на лечение, подхватили вирус. В Запорожской области пациенты заявили, что в одной из райбольниц их заразили гепатитом С. Все пострадавшие находятся на аппарате искусственной почки, утверждают, во время процедуры гемодиализа это и произошло. Ситуацией разбирался Сергей Бордюжа. Шесть пациентов из 12 именно столько заразились гепатитом С во время процедуры гемодиализов в Токмакской районной больнице. Об этом заявили сами пострадавшие. Версий несколько. Главное – халатность медперсонала. Она пришла с визросвором и уже в бутылке стоял шприц. Я не знаю, как же промывала она их шприцом и волки. Она открыла новый и пришла с новым. В самой больнице уверяют ни о какой халатности и речи быть не может. Пути заражения через оборудование, это все исключено, потому что у нас расходных материалов у нас достаточно. Одноразовое. А все это одноразовое. Вот, то есть как бы системы, магистрали, диализаторы, иглы. Обследовали на гепатит и медперсонал. Результат отрицательный. Врачи говорят, опасный вирус пациенты могли подхватить где угодно. В облздраве уже создали специальную комиссию. Но выводов раньше осени можно не ждать. Это разный вирусный гепатит С. Это не одинаковый. Окончательную точку может поставить только исследование на генотипирование конкретного вируса. К сожалению, наша лаборатория данной методикой не владеет. В то же время в Минздраве вовсе не исключают, что пациенты могли заразиться гепатитом в больнице. Пациенты отнесли сегодня заявление в прокуратуру. Там тоже обещали разобраться. И если виновных найдут, им грозит до 8 лет лишения свободы. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожская область. Крик о помощи. Британский премьер обратилась за поддержкой к соперникам-лейбористам. На этот отчаянный шаг Тереза Мэй пошла неспроста. Власть ускользает из ее рук. Завтра год, как Мэй возглавляет правительство страны. И сейчас ее позиции слабы, как никогда. Наш британский субкор Светлана Чернецкая продолжит. Она понимала, что придется нелегко. Тереза Мэй возглавила страну после референдума по Брекзиту, когда британцы решили отвернуться от Евросоюза. Мэй стала второй женщиной в истории Соединенного Королевства на посту главы правительства. Ее часто сравнивали с Маргарет Тэтчер. Но, похоже, второй железной леди ей не быть. Этот год показал, удержаться у власти Мэй будет сложно. Брекзит разделил страну. Нет единства и в парламенте. Жизнь премьеры усложняют даже соратники по консервативной партии. Не желают выходить из ЕС, как и многие британцы. Поэтому премьер готова сотрудничать даже с оппозицией, лейбористами. Я призываю все партии в парламенте. Предлагайте свои идеи. Мы можем расходиться по многим вопросам. Но благодаря дебатам и дискуссиям проще найти лучшие пути и лучшие идеи. И в таком духе мы собираемся работать в ближайшие месяцы. Такой призыв оппоненты премьера воспринимают однозначно, как признание собственной слабости. Это самый уязвимый период в карьере Терезы Мэй. И ситуацией собираются воспользоваться. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже распланировал лето. Планирует ездить по стране и агитировать за свою партию. Хочет быть готовым к выборам, как только кабинет Мэй прекратит свое существование. Корбин надеется досрочно возглавить правительство и стать новым премьером Великобритании. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. И возвращаемся к событиям в парламенте. Там в эти минуты решают судьбу нардепа от БПП Борислава Розенблата. Что решили, расскажет Анна Каменева. Аня, тебе слово. Да, действительно рекордные 296 за снятие неприкосновенностей с депутата из БПП Борислава Розенблата. Как это было? Вот предлагаю посмотреть. Ставлю на голосование, питание, про надание сгоды на притягнение до криминальной ответственности народного депутата Украины Розенблата Борислава Соломоновича. Прошу народных депутатов голосовать. Голосуемо. А вот дать добро на задержание парламентария духу у депутатов не хватило. Всего 183 за. Также не хватило голосов и на арест депутата Розенблата. Только 181 за. Анечка, спасибо за последнюю информацию. Такими были новости этого дня. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности UA. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Субтитры подогнал «Симон»!